слышите хорошо отлично все отлично продолжаем нашу лекцию касательно лженаук и в частности нумерологии в первой части мы разобрали с тобой герметические признаки до на которых основывается все лженауки и мы говорим о том в чем разница до лженаучного подхода и научного герметического их науков отличает то что наука говорит о том что в мире мысль присущи только человеку только он организует порядок а все остальное это хаос отсюда человек имеет дело с случайными процессами все случайно не случайно только то что организовал отсюда все идут открытой закрытой системе и прочей прежде законы вот и основной метод статистических наблюдений и соответственно отсюда же идет у нас все что препятствует этому подходу объявляется лженаучно это знаешь когда вот меня очень как осенило вот это вот открытие о том что человек находится в иллюзии рассуждая о том что только он может организовывать порядок вот когда я посмотрел этот фильм про фракталы мандельбро и там вот интересно очень показали что когда человек смотрят на окружающие предметы его где-то вблизи да он понимает порядок может этот порядок видеть и организовывать да а вот а если он видит нечто негармоничная с его точки зрения хаотичная да какой там несимметричную фигуру линию берега или еще что-то да он он этого не может понять он говорит это хаос это непорядок но вот в этом фильме было классно показано что как только мы свое внимание отдаляем от этой точки да на такое расстояние на который человек не может как бы сам себе забросить да ну там на высоту на какую-то внимание свой мы вдруг видим что то что нам казалось негармоничным хаотичным является частью порядка которые видели просто мы находимся как близорукие как бы получаются такие существа которые вдруг начинают судить это хорошо это плохо это порядок это непорядок все записали но когда мы поднимаемся там выше к примеру на несколько километров мы видим что эта часть является как бы сегментом порядка это пазлом даже ты мне напомнил когда с алексей алексеевич мне говорил ну понимаешь точки зрения науки да вот человек он как бы получается что вирус умнее его в смысле ну как мы боремся вирус лечим лечим не можем его убить то есть не можем уничтожить он все время мутирует мутирует а у нас же средства заканчивается по его уничтожению может он умнее нас ну да да вот такая такой же принцип то что нам непонятно мы сразу отбрасываем в кошелку да 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 исключение исключения и вот значит давай мы сейчас тобой рассмотрим непосредственно нумерология почему потому что нумерология это в общем-то метод метод то что до нас дошло да это метод который как бы вот если чтобы было понимание да вот кто математику знает в алгебре да есть метод гаусс для решения уравнений с тремя неизвестными да вот этот метод подстановки на самом деле он в общем-то в алгебре один из основных вот вот этот метод а есть еще разные другие да методы и прочее да пыль как бы нам дошел один метод который в общем то его просто практику из начала и конца как говорится да то что мы получаем мы интуитивно это оцениваем сверяясь в фактологии жизни да откуда это и почему так сделано нам неведомо ну или собственно говоря вот я сейчас покажу это чтобы ты это понимал как это делается да ну я по памяти буду вспоминать если где-то я ошибусь пусть меня нумерологи простят да вот потому это уже прошло 15 лет да и собственно говоря можно и подзабыть давай сделаем таким образом я сейчас открою листик и мы сейчас на тебе это все дело прокрутили так а сейчас лист бумаги открываю видно тебе вода должно быть час ну да значит что что весь принцип нумерологии заключается в том что мы можем определить качество человека по его судьбу по дате рождения давай возьмем твою дату рождения это меня будем сейчас при парьера да конечно до 26 июня 26 06 1970 70 и так видно дателе значит первое что что сразу же да без без всяких дальнейших разговоров обрубает все наследие горит а с чего вы взяли да что вот выберя вот эту вот систему да вот эту вы же работаете в календарной системе до которая установлена допустим у нас это установлено 1 1 января 1918 года а до этого было юлианский календарь был а вообще параллельно суть еврейский календарь а вот еще существует славянский календарь который всем там тысячи семь лет до идет а еще арабский календарь на который начинается от рождения права лихомеда с чего вдруг читаете а времена пифагора вообще была другая ситуация дымка другая была календарная система если кто не знает да то вы можете по остаткам так как при лице зале и это была система модифицирована раньше было 10 месяцев то есть декабрь у вас стоит 10 до 10 месяца последний у нас он 12 но по счету 10 идет 10 10 а вот июль август были добавлены уже в процессе реформирования календаря так вот вы как вообще берете считаете система метод пифагорийский черт наверное когда тысяч лет назад какое-то было щель а вы применяете наши леточисления и в общем короче нанимайтесь билибердой а чем собственно говоря они занимаются они берут и вычисляют некие числа первое число мы берем с тобой 2 плюс 6 плюс 0 плюс 6 плюс 1 плюс 9 плюс 7 плюс и получается у нас здесь данном случае 2 плюс 6 8 плюс 7 15 плюс 9 24 7 31 до 31 получили с вами первое число дальше мы получаем второе число мы это 3 прибавляем 1 получаем 4 собственно говоря а что что-то что-то получили что получили что с твоей точки зрения или с точки зрения пифагории нет ну вот в точке зрения того что мы с тобой рассмотрели в первом виде да мы увидели с тобой что собственно мы получаем некий период от четверки до 31 период то есть если мы возьмем с тобой сейчас откроем позиционную систему сейчас включу ну ты просто говоришь так период от суммы 31 до 31 вот поясни я чуть не уловил сейчас видно тебя на что-то у нас получено 31 видишь до до 34 то есть мы получили некий период проводимость да вот четверки то есть куда мы идем да потому что дата рождение что такое-то ты вот появился в позиционной системе мира в этой точке и в этой линии проводимости движешься вот сюда ну да к целом да я понял то есть по сути дела смысл этого счисления до заключается в том чтобы что сделать показать появление твоего до 31 до системе да вот без 31 до и движение к своему концу что ты вот здесь закончишь твои существует то есть будет та цель до которая которая стремишься в этой жизни то есть вход и выход борется туша они даже этого на не знают не понимают смысл ну суть заключается в том что когда мы с тобой смотрим на эту дату да это собственно говоря счисление это называется привод в позиционную систему не важно в какой-то календарной системе от не имеет никакого значения важно что ты приводишь эти цифровые данные позиционную систему а я тут чего значит хотел добавить потом по поводу календарей да то есть вот эти претензии насчет календарей тому всего да и вот теперь то я уже понимаю что все по все проявленное а вот она обусловлена как раз прохождение мысли смысла то есть если это бытует в наше время да вот эта система или этот календарь и выполняет свою функцию за между людьми значит есть проводимость все значит опять же возвращаемся к тому что если у нас мы рассматриваем все идет от земли от ее поля то сама земля и определяет какой будет календарь в тот или иной момент хорошо мы сейчас говорим о чем о том что мы что делает номерологи они приводят твою дату рождения в позиционную систему здесь есть некоторый момент следующий что здесь стоят нули а а нулей как бы в то время не было и вторая ситуация что надпись 06 да она принята была в 19 веке у нас именно непосредственно с целью борьбы с приписками чтобы не могли при написании просто шести да вот так вот чтобы мы не 16 в принципе 0 можно не писать мы можно писать и так далее но в принципе да имеет значение почему потому что в системе пифагоров позиционный мы уже видели что 0 это множество по сути дела я могу здесь поставить девятки просто туба у меня получится здесь следующая ситуация что восемь сколько лишь получится ну что просто к 31 прибавь 18 все да к 31 до 39 и 10 49 49 13 4 4 так и получается у нас получится здесь в данном случае 49 да собственно говоря если мы будем 4 добавлять девятки 9-ка мы получите с тобою в данном случае здесь будет 13 да они далее нет его не увеличивает до оставляет 1 и 3 но суть этого приема все равно сводится к тому что мы что делаем мы с тобою но 13 эксамена гоните случае все равно должно быть показатель конца да то есть это четверка но вернем в брата потому что это я уже как бы начинаю как бы начинаю экспериментировать да вот оставим как есть здесь будет у нас плюс 4 и так далее возникает следующий момент это третье число считается берется от суммы 31 отнимается 2 умножить на 2 на первое число дак удвоение первого числа здесь получаем 31 минус 4 это будет 27 и и 4 число это 2 будет равно 9 вот 2 значит ты имеешь ввиду это преобразованные числа и не что что они вот это делают начнут несколько версий зачем это делается я вам скажу реальную суть вопроса реальная суть вопроса звучала в том что система календарного исчисления не могла уйти и от пифагора ну или от того кто это делал и он понимал прекрасно что он может изменить существующий календарь но он прекрасно понимал 7 личность построения и отсюда ему необходимо было выйти из декадной системы исчисления в 7 личную систему ну да музыка подвижно да да и поэтому он вынужден был первую дату умножать на 2 то есть приводить у клубному циклу которая 21 дней 20 дней поэтому в данном случае если ты возьмешь ту же систему майя 20-ти личного исчисления да то в данной ситуации она на третьей позиции переходит в семеричную систему автоматически да при исчислении поэтому это тот же самый принцип коррекции да то есть любой коэффициент в данном случае который здесь применяется 2 это является подгонка то есть он подгоняет к календарную систему какую бы ни было да в данном случае декадную к семеричной семеричной системе да вот и соответственно получает это число в позиционной системе то есть делает коррекцию позиционной системы к семеричной в принципе да у нас уже календарь семеричный да у нас недели семеричные да и соответственно это можно и не делать но тем не менее они повторяют дальше делать то есть когда мы берем умножаем на двойку 31 31 а первое число даты вот 26 первое число в скобочках да то есть 2 на 2 умножаем и вычитаем вычитаем как бы это число из суммы которые получались да то получаем вот это вот коррекцию коррекцию да коррекцию на семеричную систему как я понял то есть не семеричный календарь то есть я это так понимаю что любая система допустим если частная система она внутри себя всегда уже содержит эту точку которая соотносится с семеричной системы просто ее надо найти таким образом она внутри себя его содержит но если декадами считали то есть у нас недели идут да там декадами считают то есть первая декада вторая декада третья декада было десять месяцев в году десятками десятками да ну как руки не было ноля то есть тут были цифры десять и тогда поэтому в данном случае им нужно было коррекцию привести к семеричной системе почему и мы это поймем потом вот поэтому в данном случае производится коррекция да то есть получение непосредственно неких показателей да которые уже осуществляет привод к семеричной системе то есть к позиционной непосредственно вся вот эта вот штука да преобразовательная да она сводится к тому чтобы делать привод к позиционной системе то есть определить проводимость хорошо то что мы показали посмотрели это вот первый этап да определение или привод даты рождения проводимости соответственно из чего они исходят исходят из того что ты появился на этом свете значит уже определенный выход по линии проводимость всегда имеется выход соответственно соответственно этот выход определяет твое целеполагание да то есть в зависимости от цифра цифры происходит появление так сказать то есть ну и выполнение это ты имеешь возможности не выполнить да это целе целе указания соответственно ты двигаешься к его исполнению их девять да и вот тут возникает ситуация да а собственно игра что это такое цифра потому что когда начинается начинается все с этого в науке в математике да цифры то условно единицы которые которые мы приняли для совершения любых действий 7 действий арифметических единицы да 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 это в логике когда в лекции вот а с точки зрения герметики это что такое но здесь мы с тобой приходим к тому пониманию да что раз все колебания да все электрический колебательный контур следовать на цифры это есть показатели колебательных контуров которые что осуществляет накопление колебательных что слово не услышал контуров контура соответственно у нас единица это есть некий контур двойка есть тоже некий контур третье контуры 4 5 6 8 9 Это контуры, которые отличаются между собой по способу накопления потока. Ну, я вот цифры воспринимаю всегда как показательной плотности. Ну, я тебе говорю. Ну, да, чем больше контуров накапливается в некой единице, скажем так, тем больше ее плотность. Соответственно, давай мы это распишем. Первая единица. У нас что это такое? Это действие ноны второй девятой ступени, да, в процессе чего? Действие октавы. Раз у нас полярность. Да, за рождение. Везде, да, то в полярности всегда первым начинает действие вторая девятая ступень. И это называется один. Поэтому у нас с вами начинаются расчеты все с двойки. Да, то есть, ну, в данном случае в системе электрических взаимодействий. Как это можно увидеть? Да, это можно увидеть следующим образом. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И начинаем складывать. Один плюс два будет три. Два плюс три будет пять. Три плюс четыре будет семь. Четыре плюс пять будет девять. Пять плюс шесть будет одиннадцать, два. Шесть плюс семь будет тринадцать, четыре. Семь плюс восемь, пятнадцать, шесть. Восемь плюс девять будет восемь. дальше 3 плюс 5 будет 8 8 плюс 7 будет 12 3 7 плюс 9 будет 7 2 2 плюс 4 будет 6 4 пришел это 186 будет 5 дальше 8 плюс 3 будет 23 плюс 7 будет 17 плюс 2 будет 9 2 пришли будет 8 6 плюс 1 будет всем 1 плюс 5 будет 6 2 плюс 1 будет 3 1 9 8 8 плюс 7 6 7 пришел бы 4 дальше идет 3 плюс 1 был 4 1 плюс 8 будет 9 8 и 6 будет 56 на чешури будет 1 дальше идет 4 плюс деревьев 4 9 плюс 5 будет 5 5 плюс 1 будет 6 дальше идет 4 плюс 5 будет 9 до 5-6 будет 2 9 плюс 2 будет 2 То бишь Числовой ряд Натуральный Начинается с двойки Видите И поэтому Меркурий Будет 2 и с него начинается Числовой ряд планет Который будет из 9 Понятно да эта ситуация Ну ты сейчас просто Сложил все эти вещи Но для чего Ты сказал что узнать Узнать с чего начинается Да 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 Почему Единица 2 и 9 Потому что она начинается с двойки Видите 9 и 2 И вот этот ряд начинается С 1 до 9 Начинается с двойки Поэтому я ее сюда и поставил Что это если мы говорим колебания Это что такое Это в данном случае Действие ноны Правильно А потом уже Если мы рассматриваем Как сборку Обертоники Да То есть Первичное это Действие нона А потом уже Сборка идет через Кварту секс Да Теперь мы берем с тобой Вторая Это что такое Да это у нас с тобой Набор Набор чего Мажорного Да Аккорда То есть Мажор Это в данном случае Идет 1 3 5 Правильно да Колебания То есть набирание плотности Да Двойка Да Будет между Двойкой И тройкой Да 5 Да Это будет Мажорный аккорд Четверка В данном случае Да У нас Начинается Что Образование Вот оно Сво показывает Да Появление Рядов Рядов Септимы Да Которые отрубают Септима В данном случае Рубит Да Напишем Действие Септим В контуре Да Пятерка В данном случае Вы смотрите По образу Самому Да Это действие Субдоминанты Действие Субдоминанты Оно После линии Электрической Непроводимости Идет Да И обозначает Движение Круговое движение Шестая Да Это что Что такое Это у нас Накручивание Накручивание В данном случае Мажорного корна Да В роторном Состоянии Семерка Да Это в данном случае Круг Да То есть Действие Действие Субдоминанты Господи Господи Это Тритона Да Тритона На Октаву Начинается Образование Круга Образование Круга Далее 8 Да Это сворачивание Это сворачивание Сворачивание Круга В трубочку Это уже действие На октаву То есть Более Далейшее Его Как бы Перекрут Да Ну И Девятка Это мельница Да То есть Роторное движение Движение Мельница Действие Мажорного рычага В роторном В роторном плане То есть Все эти цифры Да Обначают Способы Движения Или Способы Колебания То есть Как производится Колебание В том или ином Порядке То есть И это не случайный Выбор Что мы вдруг Определили Какие-то Само Напчертания Их И более того Название Где-то Мы это описывали Специально В лекции Говорит о том Что это не является Случайным Ни написание Ни название И эти конкретные Цифры В своем образе И обозначении Показывают нам Что это Есть за действия Ну вот смотри Для меня Честно говоря Непонятно Почему пятерка У тебя Пятерка Это же Как бы Квинти Имеет отношение А у тебя Действие Субдоминант Поясняю Секундочку И вот Семерка К примеру Да Это последняя Десять тритона На октаву Тоже мне непонятно Поясни Вот Это что касается Того Что ты сейчас Начала объяснять А Вообще Вот Смотрите Сюда Внимательно У нас Здесь В этой табличке Да Существует Вот здесь Линии электрической Непроводимости Правильно Что значит Действие Субдоминанта Да Это я Опираешься Линии Электрической Непроводимости Да Собираю С тобой Что Субдоминант Тонику Правильно Ну Я ее Собираю Для того Чтобы Провернуться Показываю Упор Тонику И прокрут И выход Рука Осуществляется Квинтой Да То есть Вот она пишет Упираешь Собираешь Прокручиваешь В этом плане Просто Тогда Тебе надо было Как бы Пояснить Что Здесь пятая ступень Которая относится К К новой Тональности Которая После Прокрута Идет Ну Оно Просто Показывает Действие Субдоминанта Потому что Действие Субдоминанта Которые мы В образе Нарисовали Оно же Как Вот происходит Собирается Аккорд Тоники Правильно Собирается Аккорд Субдоминант И появляется Еще нечто Параллельное Да Звучание Субдоминанта Частотой Выше В этом случае Происходит Проворот Да То есть По сути дела Два контура Да Которые Взаимодействуют С друг В друг Вот Но Образ Самой Пятерки Да Он Показывает Вот На основе Субдоминанта То есть Как она Действует Но она же Не сама По себе Действует Он действует В сочетании Да С отоденовым Конструктором Вот Поэтому А особо Вопрос А вот Действие Тритона На октаву Это Ты имеешь Ввиду Вот Это Флажок Да То есть По сути Тритона Он Разрушает Октаву Через Септим То есть Он Начинает И закручивать Да Ну Раз Вот Да Потом Изгиб Делаем Правильно Да И так Далее Что Это Такое Да Здесь Он Еще К Черточку Делаем Черточку Мы Обозначаем Линии Электрической Непроводимости Да И Показываем Как И начинает Закручивать В круг Какое-то Действие А что Это За Действие Тритона Так Еще Вот К тому Списку Можно Вернуться Давай Попробуем Там Вот Те Написано Про Роторное Роторное Действие Но Да По-моему Девятка Да Видно Так Да Значит Действие Так Роторное Движение Мельница Ну Туда Объясни Но Смотри У нас С тобою Да Вот Шестерка Видишь Здесь Стоит А здесь Девятка Они Как бы Туда Сюда Вроде Да Но И там Накручивание Да А здесь Раскручивание Ну По сути Дело Да Вот То Здесь Скручивание Да А здесь Раскручивание Вот Не Вот Смотри Нона Да Нона У нас Это По сути Дело Первый Показатель После Того Как Мы Один Заимели Единицу Да Это Двойка Двойка Девятка Я просто Хочу Понять Чтобы Тоже Людям А то Мы На Птичий Язык Перешли С тобой То есть Что Что Нона Нона Она Мгновенно Зарождается Как бы Внутри Тональности И определяет Будущее Тональности То есть Ее Движение И развитие Жизни Этой Тональности В перспективе Она Мгновенно Как бы Определяет Все это Дело Вот В первом Случае Тебя Накручивание Идет В втором Роторное Движение Мельница И нет Здесь Просто Обозначение Движения Идет То есть Октаву И нону Да То при Добавлении Тритона Вы видите Как Происходит Изменение Звучания Октавы То есть Октава Переходит Из октавы В аккорд Ноны Ну да Нона Сама Еще раз Главное Покажу Да Значит Давай Переключение Сделаем Сейчас Секундочку Секундочку А то что ты кварта не показал здесь это все относится к субдоминанте да то есть это воздействие субдоминанта ну то есть ты четверку показал как воздействие с этим септиму Септиму ну в данном случае здесь будет если мы по слову смотрим да здесь будет опускание ряда да опускание будет септиму то есть получается здесь тональный ряд карты 4 пишешь да он будет опускаться вот септиму У тебя получится как бы опуск раз, опуск два, опуск три, опуск четыре. У тебя получится вот тональность стоит, да, и оно все опустилось в цепь. Ну, ладно, это вот мы сейчас ушли в частности. Это нужно одну лекцию просто давать, но ее в общих чертах. Тебе говорю, да, для этого у нас была серия лекций по поводу этого числа. На это надо смотреть. Вот. И я к чему это говорю? Что число это не просто случайные, да, какие-то выборки, да, и как мы бы так договорились, или что-то в этом роде, да. Это показатели того, а что, собственно, происходит, и их порядки. Потому что они так следуют в таком порядке, от одного до девяти. И поэтому так позиционная система выглядит, да, это все увязано и связано с одним и тем же показателем. В работе, работе электронических колебательных контуров в своих взаимодействиях. Вот. Так, а что я хотел тебе показать? Давай, давай вот так вот еще вернемся туда, с чем мы начали. То есть мы начали разбирать мое имя. Пришли к методике этих нумерологов, да. И там ты просто пояснил, как, почему они это делают, для того, чтобы привести из декадных вот этих числений в семичастное построение. Да, давай сейчас вернемся, чтобы дальше уже все мы забыли. Да, да, да. Ну, то есть, сейчас мы просто от отступления такое сделали, чтобы показать людям, что число это не просто так. Все числа, они проявлены в определенном порядке. Теперь возвращаемся сюда, да, исходим из того, как они делают, так они делают. Они не понимают, зачем они это делают, да. Может быть, слабо понимают, что это они делают, да. И в конечном итоге, когда они все получили, следующим этапом происходит разноска, так называемый, квадрат Пифагора или психоматрицу. Что это такое? Давайте рассмотрим. Значит, это очень сложно оказалось восприятие. И я объяснить это им не смог. Так, видно тебе, да? Да. Значит, квадрат Пифагора. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Видишь, да? И под каждым числом подписаны, вот, например, единицы, это характер, здоровье, вот это четыре, зенита, пять, энергия, два, логика, пять, док, шесть, точность, три, труд, шесть, память, девять, да? С точки зрения, значит, этих квадратов, я их исследовал порядка шести тысяч штук, они все разные, вот, но они отличаются тем, что у них только две у всех одинаковые. То есть, это двойка и четверка. Ну, по какой-то причине они это изменить не могут. Может быть, почему? Ну, потому что основные запросы движутся в этом направлении, да, как они говорят, все есть энергия, да, и, собственно говоря, здоровье, это то, что человек интересует, ну, как бы, когда он обращается к кому-то, да, его интересует не здоровье, а болезнь, да, но, собственно говоря, она возникает от того, что он теряет здоровье, да, вот. И поэтому это остается у всех квадратов неизменно, остальные там меняются по разным характеристикам. Вот, но, в данном случае, трудность первая, не могут понять, что квадрат Пифагора это схема спирали, в данном случае, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть, я беру просто вот провод, да, и говорю, вот мы его отмерили от 1 до 9, и вот мы его 3 спиральки намотали, 3 кольца, и вот это есть квадрат Пифагора. Не могут понять, но это же вот у нас вот лежит, да, на бумаге, а это спираль, причем здесь это. Даже несмотря на то, что я им рисовал, вот просто беру полоску бумаги, да, поделил ее на 9 секторов, написал, скажем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Потом взял по 3, разрезал и сложилось, да, и не могли этого понять. Ну, тут видишь, как бы, во-первых, вот этот квадрат, да, он непростой квадрат, да, здесь по диагоналам 15 идет, крестом тоже 15 идет, и, ну, люди не могут это соотнести с тем, что это как раз те проводки, которые ты там рисуешь, да, проводимости некие. То есть провод от слова проводить, и все это в цифрах, в квадрате можно увидеть. А есть еще супермагический квадрат, где там вообще все 15, да, там. Мы дойдем до этого, значит, мы с тобой увидим вот конструкцию, да, что вот некие надписи, да, и некоторые цифры. Проблема понимания того, что в эту некую спираль поместили какую-то таблицу, да, название. Хорошо, я говорю, ну, ведь это же тоже не просто так, они как-то эти слова туда попали, какого-то принципа их туда занесли. Это тоже непонятно, да, соответственно, я прекрасно понимаю, что если мы с вами, да, заносим сюда слово, а что такое слово, да, слово это в данном случае, как мы уже обозначали из самого смысла. Это обозначение сгущения, да, это некое сгущение, то есть поле, правильно, да, которое обозначает некое колебание, да, то есть характер сгущения, здесь характер колебания, да, соответственно, вот здесь оно смущилось как характер, да, здесь как здоровье, да, зелье. Вопрос в том, что это один, они это сверяют с единицей, или это что-то другое. Нет, ну, тут понимаешь, как, ты же от них ответа не получил, по какому принципу они это все занесли сюда, да, поэтому давай, как бы, что об этом говорить, если у тебя есть принцип. Да, я им говорю, знаете, что это изображено, это генератор, да, генератор смысла, то есть, который аналог генератора электрического тока. Вот я им показываю схему, вот смотрите внимательно, да, видите, это магнит, да, и рамка вращается в магните, или наоборот, рамка, вот, вращается магнит в рамке, и вот здесь вот появляется ток, видите, стрелка. И это то же самое, вот это вот рамка, да, в цифрах, а это вот, здесь вот показан, магнит. Ну да, при определенном положении у вас идет ток, вот. Ну, конечно. То есть, если у вас положение вот такое, вот, к примеру, от семерки до трешки, здесь 15 идет, 3, 5, 7, это здесь пойдет ток, значит, ток пойдет везение, логика, точность, грубо говоря. Ну да, то есть, если мы вращаем магнит в этой проводке, то мы должны получить что, ток мысли, да, вот, ну, это генератор смысла, да, но это оказалось непонятно. Во-первых, они не понимают, как это вот, эта спираль, да, появляется, да, а магнит-то что, как магнит? Ну, я думаю, магнит, это же поле, правильно, да, поле имеет равностороннее построение, соответственно, этому полю в цифровой характеристике соответствует что? Есть такое понятие, да, называется магический квадрат, супермагический квадрат. Супермагический квадрат. Да, ну, вот я могу его изобразить. Супермагический квадрат. Ну, чем он отличается, да, он отличается, тебе видно, нет? Да, видно. Да, он отличается чем? Что все суммы, да, вот по горизонтали, по сумме, 2, плюс 7, плюс 6, сколько будет? Ну, 9, 15, ну, да, здесь 15, здесь 15, здесь 15, по вертикали, 15, 15, 15, по диагонали, 15 и 15, то есть, как я не считаю, везде 15, да? Ну, это как бы вот чистое золото, которое стопроцентной пробы, и вот теперь это чистое золото, как оно потечет в обычном квадрате? Нет, ну, вот, и если это магнит, да, то есть поле, да, которое вы вращаете в спирали, да, в обмотке проводника, и у вас появляется ток смысла, да, вы можете что-то говорить, да, почему вы можете что-то говорить? Потому что у вас появляется мысль, да, вы понимаете. Ток пошел, да, поток. Ток пошел, да. Соответственно, вы смотрите внимательно, да, что у вас в данном случае, да, вы же должны его повернуть. Чтобы пересеклись, как говорят в науке, да, магнитные линии магнита и проводника, силовые линии магнита и проводника должны пересеклись. Ну, это так говорится, пересеклись, потому что он вращается, да, а по сути дела что-то на самом деле происходит непонятно, да, но понятна очень следующая ситуация, да. Я сейчас тебе покажу, что понятно. Понятно вот что. Понятно следующее, что у нас, вот в данном случае, да, в обмотках провода, да, возникает три фазы снятия. Видишь, да, фаза одна, фаза вторая и фаза третья. Снятие тока. Видишь, да. Вот, а что это значит? Что это значит? Это значит, что и здесь... Три поворота. ...в квадрате Пифагора, да, должно произойти снятие трех паз. То есть, что это значит? Это значит, должны быть расхождения таким образом, чтобы они совпадали, да, в трех местах. То есть, в трех местах должно быть совпадение, а в трех местах должно быть разобщение, которое имеет соединительные линии. Ты меня что-то сам запутал. Ты можешь попроще сказать? Еще раз. Давай. Значит, у нас есть квадрат Пифагора. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да? Да. А есть еще магический квадрат, да? Ну да, да. Который мы вот здесь вот видим с тобой. Вот он вот, да? Значит, если мы этот супермагический квадрат будем вращать вокруг пятерки, да, мы должны найти такое построение их совпадения, квадрата Пифагора и вот этого, таким образом, да, чтобы у нас в этом совмещении возникло три, три, да, таких конструкций, которые бы были взаимозаменяемы. И три совпадали бы, да, между собой. Ты так изъясняешься, что непонятно. Что ты хочешь сказать непонятно? Еще раз. Какие конструкции, которые должны быть взаимозаменяты? Давай еще раз. Или покажи. Я так понял. Ну, смотри внимательно, да? У нас, например, если у нас мы начнем вращать вот этот супермагический квадрат, да, допустим, единичку мы доведем. И мы доведем до единички квадрата Пифагора. Вот до этой единички. Здесь единичка, да, и мы доведем ее до этой единички. Давай проще, как ты мне объяснял. Мы берем один квадрат, вот этот, и берем супермагический квадрат, накладываем их друг на друга и делаем поворот на четверть. Да, хорошо. Как у тебя... Что мы увидим? Ну, по сути дела, это я просто его покажу, а не будет понятен сам смысл, да? Нет, сам смысл какой? Вот у тебя там три съема. Три съема. Три съема идет, правильно? Это что у нас? Это у нас, в принципе, как раз и есть этот поворот. То есть ты, когда повернешь один квадрат в другом, ты обнаружишь три точки выхода. Ну, три точки съема вот этого проводника. Хорошо. Ток пойдет просто в трех местах. Ну, в этих... Сейчас... Давай мы их сейчас нарисуем, чтобы было понятно. Потому что людям тяжело очень смотреть на рисунок магнита, да? Где более, в принципе, все понятно. И потом в голове эти цифры там совмещать, крутить. Хорошо. Давай мы сейчас это соберем. Ну, так вот это сделаем. Итак, пишем квадрат Пифагора. Да. 147, 258 и 369. Здесь у нас будет 256. 8. То есть, если мы начнем вращать до совпадения, да, то здесь получится один, да, магического квадрата. Здесь получится у нас... Красный. 6. А? Ты другим цветом делай эти штучки. Чтобы народ понимал. То есть, мы сюда внедряем этот супер магический квадрат. Да. Прям единицу с единицей и пошло, чего там дальше ляжет. Да, как по кругу идем. Да. Здесь у нас будет... 7. Да, 7, потом 8, 5, 2. Он за тобой, вот этот малиновый квадрат. Так. Здесь... 2, 2. Да, просто на букву нажимай на красный. Здесь у нас, естественно, будет 5. 5. Здесь будет 8. Если будет 3. Здесь у нас будет 4. Просто на букву нажимай на красный и все. Не забывайте. Итак, видим с тобой конструкцию, да, этого генератора, где у нас обмотка, да, и магнит вращающийся, который нам создают 3 точки съема. 2, 6, 6, 2, 3, 7, 7, 3, 4, 8, 8, 4. Три фазы. Понятно, да? Совпадение. Где выйдет? То есть он будет отсюда двигаться сюда, да, чтобы уравняться. Отсюда будет двигаться сюда. Да. И отсюда будет двигаться сюда. То есть, по сути дела, если мы провода ставим, то фактически мы будем как бы ток пускать по кольцевой дороге, да, за счет проводимости, которая устанавливается между вот этими вот фазами. То есть, по сути дела, что такое генератор этого тока, да, или его называют еще генератор напряжения, он фактически дает возможность выдвигаться по проводам этого тока в нужном нам направлении. Уловил, да? То есть, получается, через центр у нас, ну, как бы все, все замыкается через две пятерки, но еще такие вихри создаются и выходы на этих концах, там, да, такие своя база. Вопрос заключается в том, что на этом валу, где две пятерки, формируется, собственно говоря, поток, да, и он потом расходится сюда, сюда, в проводнике, да, который... И, по сути дела, если мы точки в проводнике эти нанесем, да, то мы сможем видеть, как передвигаются, да, эти смыслы. Ну, это же фактически происходит оцифровывание, да, или квантование, да, собственно говоря, даты. Потому что что такое дата рождения? Появилось тело, появился контур, да, и мы имеем цифровые даты, цифровые показатели, да. Соответственно, если мы эти цифровые показатели превращаем в ток, да, то, соответственно, мы их можем преобразовать потом в показатели смысла. Это то же самое, как сейчас происходит оцифровывание, то есть, ну, оцифровывание потоков, да. Ну, допустим, ты вес взвешиваешь, что такое? Ты проявляешь поле, да, оно превращается в ток, потом этот ток оцифровывается и потом превращается в вес, да. И ты знаешь, что вот это яблоко там весит столько-то грамм, понимаешь, да. Ну, и также звук оцифровывается, это все то же самое, да. То есть, механизм оцифрования мы с вами видим здесь. Соответственно, тут сразу возникает такой вопрос. Сейчас мы... Видно здесь, да? Да, здесь видно. Значит, мы должны очень четко понимать, что раз вот эти значения, это магнит, да, то как они попадают? Здесь вот этот характер должен быть под числом 1, правильно? Здоровье должно быть под числом 8, везение должно быть под числом 3, энергия под числом 6, точность под числом 7, труд под числом 2, логика под числом 5, долг под числом 4, 4 и память под числом 9. Правильно? Ну, соответственно, вот этому супермагическому квадрату, да, то есть, получается, да? Да. Соответственно, должен быть счетчик, да, который считает непосредственно значение слов. Ну, понятие. Их же тоже надо оцифровать, чтобы сюда ввести. Согласен? Да. Ну, конечно, они могут еще распадать. Вот в этом проблема, да, потому что фактически нумерологи это могут сделать чисто интуитивно. И отсюда огромное количество квадратов, да, которые имеют все разные, кроме двух. Энергия, здоровье везде присутствуют. А вот эти все значения меняются в зависимости вот с нумеролога. И это почему так? Потому что они в данном случае вынуждены интуитивно настраиваться, да, вот этот контур, да, вот этот генератор настраивать интуитивно, исходя из опыта своего и наблюдения. У нас есть счетчик, правильно, да, который мы можем с тобой использовать для проверки. Итак, мы берем с тобой, да, и, допустим, записываем характер. Занесли. И раз у нас это движение обозначает, мы сразу видим, да, что это четверка. Он не может быть первым. Здесь первым, да, потому что он может быть только по четвертой позиции. Это вот здесь. Видишь, да? А здесь может быть только число под значением 1. Ну, четверка мы, я просто сейчас видно, видно. А ты сейчас видишь счетчик, нет? Нет, счетчик не вижу. Четверка, я ориентируюсь на красный, сейчас, 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 сейчас. Супер магического квадрата, правильно? Я переключу, секунду. Видно, да? Да, да, да. Характер, да? Он у нас стоит там, как бы, который, да, связан с движением 1, да, должна быть единица, быть и в магните, да. Мы с тобой увидим ее в позиции движения минор, да. Она обозначена, должна быть на единице. А здесь четверка стоит. Соответственно, мы с тобой можем понимать, что это неправильно стоит. А там что у них стоит? Характер стоит. Нет, характер у них на единице стоит. Да. А должен он стоять в супер магическом квадрате на позиции 4, правильно? Нет, должен стоять на позиции 1. А он стоит на позиции 4. А у них на 4 стоит? Нет, он у нас, он должен стоять на позиции 4, а он не стоит на позиции 1. Я это именно сказал, да. Что просто он должен стоять на позиции 4 в супер магическом квадрате, который за тобой малиновый, правильно? Да. Он там. Вот теперь мы с тобой смотрим, например, энергия. Набираем энергия. Энергия. Видим 6. Шестерочка, да. Это правильно стоит. Ну, это она так и стоит, шестерка, да. Ты видишь квадрат Пифеллова, нет? Да, вижу. Я и за тобой вижу, там шестерка стоит. Супер магическая. То есть, видишь, да, вот здесь вот стоит шестерка. Да, да, да. Она стоит там, но у них там двойка. Нет, вот это, чтобы посчитать вот это, нам нужно в процессе движения выяснить, как он будет стоять в этом магнитном поле, должен стоять в позиции. Позиция та же. Саму что? Позиция та же, да. Позиция та же. То есть, здесь, вот здесь вот должна стоять шестерка под энергией. Да. Вот, соответственно, мы видим ее в счетчике, да, что она шестая. Вот она. Соответственно, мы понимаем, что в квадрате Пифагора энергия стоит правильно. Все правильно. В квадрате Пифагора все правильно стоит. Здесь точность, да, идет. Набираем точность. Точная умасть. Точный умасть. Точность. Убираем, смотрим. Седьмая позиция. Седьмая. Значит, соответственно, если мы в квадрат Пифагора, она правильно стоит. Правильно, правильно, да. Здоровье. Там восьмерка нужно стоять. Но это один из вариантов, это же один из вариантов только квадратов. А, да, да. Ну, мы просто смотрим, смотрим. Здоровье. Восьмерка. Восьмерка, да. Правильно стоит. Дальше идем. Логика. Пятая. Набираем. Логика. Восьмая стоит. То есть, это не может там стоять логика. Ну-ка, покажи, они где там логика. Она в пятерку у них стоит, да? Она у нас в пятерке стоит. То есть, в данном случае, это неверно, да. Труд. Тут седьмая позиция. Нет, неправильно. Физический. Седьмая позиция, да. То есть, а здесь... Восьмая. Войка. Да, да. Войка. А, да, вот в восьмой позиции. Вот здесь здоровье. Кстати, вот труд, физический, здоровье это практически, да, однопроводимые понятия. Да. Больше физических, физических упражнений, да? Так, труд, да, неправильно. Везение. Тройка должна быть. Смотрим. Везение. Девят. Неправильная позиция. Дальше идем. Восьмерка. Долг. Четверка должна быть. Долг. Девятка. Ошибка на одну. Вот. И в девятке память стоит, да. Девятка. Девятка. Соответственно, смотрим, тройка стоит, да. А, да. То есть, вот в данном случае неправильный взнос, да. А как он происходит? Почему неправильный, да, происходит? Потому что перевод делает. Вот делали там, допустим, написано что-то, да. А неправильный перевод приводит к тому, что неправильный занос. Дальше начинают интерпретировать, и начинается расхождение. Итак, мы видим с тобой, что у нас здесь с тобой попадает только здоровье, энергия и точность, правильно? Остальные есть. Слушай, а набери, пожалуйста, не энергия, а сила. Потому что, мне кажется, раньше не было такого слова энергия, а сила. Чего не было? Сила. В данном случае будет пять. Пятерка. То есть, если ты сил, ну она естественно, логична. Пятерка должна быть, потому что оттуда она исходит. Вращательный момент по валу, да, она идет. Оттуда. Сила. Вот. Энергия в шестое почему попадает? Потому что это действие сексты. Шестое. Шестое позиции. Поэтому. Поэтому в данном случае эквивалент ее обязательно был. То есть, действие сексты. Ну, не важно. Важно что? Что, по сути дела, что мы видим с тобой? Мы видим с тобой здесь генератор, да? Который непосредственно нам генерирует смысл. То есть, мы разноску делаем в этот генератор. То есть, давай мы его определим сейчас. В данном случае, да? Мы возьмем твою дату. Ну да, какие там числа были, я уж не помню. Вот. И будем разносить. То есть, и вот эту вот, и вот эту будем разносить. Давай так это сейчас вот так разведем. Значит, что происходит? Значит, мы давай будем прямо сюда, прямо заносить будем. Заносим по квадрату Пифагора. Два. Да? Шесть. Двадцать шестое, да? Июня. Сюда же. Тысяча. Девятьсот. Девятьсот. Семидесятый. Десятый. Далее. Тридцать один. На. Тридцать. Один. Четыре. Три. Два. Два. Семь. Два. Семь. Девять. Девять. Все занесы, да? А что, я вообще не понял? Ну, я думал, что вот в квадрат заносится результат. Ну, то есть, один, два, три, четыре. Ну, правильно. Ну, я тебе рассказываю, как нумерологи делают. Ну, а ты берешь, заносишь прям 26-й, 06-й, 970-й. Да, 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 да. Я заношу все, все данные, которые есть. Вот я их занес, да? Получил, что здесь у меня прочерк, да? Вот. И здесь у меня прочерк. И вот у тебя идет трактовка, да? Первое. Значит, вот это у тебя, они там, знаете, характер. Вот это энергетика у тебя, видишь, повышенная. Здесь у тебя точность, вот, присутствует. Здесь здоровье присутствует. Пятерки нету, восьмерки нету. Ну, не восьмерки, а четверки. Ну, в данном случае там, что там написано? Долг. Долг. Ты какой-то человек такой безответственный. Вроде бы. Вот. Здесь у тебя ты везунчик, да? И у тебя хорошая память, да? Вот ты вот, как бы, вот, повышенное, да, содержание. И здесь у тебя, что там у них написано? Не помню. Труд. Трудолюбивые. Трудолюбивые. Ну, это вот, это по тому квадрату, по ихнему, да? Да, 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 по ихнему квадрату. Вот. Но мы здесь с тобой видим, что у тебя стремление к точности это присутствует точно. Здесь у тебя энергетика повышенная, да? И здоровье нормальное. Ну, будем говорить. Вот. Остальное, как бы, это не соответствует действительности. Почему? Потому что из других можно быть изначений. То есть, вот. А у нас там совпали точность, энергия, здоровье. И здоровье. Да, вот эти вот показатели. А больше ничего не совпало, да? Больше ничего не совпало, да. Поэтому исходим из чего? Исходим из того, что, по сути дела, да, вот сам вот этот вот механизм, да, он требует чего? Он требует того, чтобы вы значение заводили в определенной логической связи. То есть, в данном случае, они здесь разбросаны в таком, знаешь, как непредметном характере. То есть, вот энергия сводится, характер сводится, да, там, а характер, что такое, если мы, если мы свойства характера, то мы должны завести свойства характера, да? Ну, да, 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 там, туда-сюда. То есть, мы должны их только их занести, разнести. Слушай, ну, вот, извините, перебью. Но так получается, вот, если по этой методике, как бы, действовать, применяя счетчик, да, то мы можем вообще свои квадраты создавать и смотреть. Бьется, не бьется. Ну, конечно, да. Ну, а, собственно говоря, вот, программные продукты так и создаются, да? То есть, выбирается логическое поле, да, выбирается их разбитие, да, вот, как мы, допустим, через эту МИ попадает, например, там, инновации смерть, да, ну, как бы, вот, противоположности, да? И ты выбираешь их и уже можешь, как бы, вот, сбалансировать в понятиях, да, человека. Главное, чтобы у тебя была логика и точность, да, сверху. А, собственно говоря, генератор смысла, он везде один и тот же работает. Вот. Просто мы его уже показываем в этой музыкальной тематике, то есть, считаемом в музыкальной тематике. Собственно, как Пифагор это делал, да? А это уже он генератор сделал для того, чтобы это была метода. И вот, счисляемое более-менее понятно, да, математически. Вот. Ну, а как значения попадали туда, как от магнита действовал, это осталось считаемо непонятно. И поэтому во всей этой нумерологии есть вот такой обрыв, да, есть метод, который действует, да, потому что иногда попадает, и люди поражаются, как четко попадает. Вот. Но это только в том случае, да, когда у вас очень четко все соответствует с конструкцией. Вот. Но если ты не знаешь принципов построения конструкции, то, конечно, у тебя будут быть ошибки. Поэтому с нумерологией здесь у них тяжело, потому что, понимаешь, зайти на позицию, которую ты не понимаешь, но, с точки зрения, это абсурдная какая-то методика, да, архаичная. Вот. То, что я показал сейчас, этого никто не знает. И, соответственно, оценить это очень проблематично. Вторая ситуация, что сами нумерологи относятся к этому. Ну, как это объяснить? Можно объяснить только одним способом. Просто у них что-то не хватает в голове, чтобы это понять. Хотя все они математики, по большому счету, да, и, собственно говоря, у них базис достаточно для этого понимания. Ну, вот, так как математики все-таки абстракционисты, по большому счету, то привод к физике, процессу самому, да, у них, наверное, вот с этим тяжело. Вот. Ну, и, собственно, и гуманитарий тоже, который в эту же ситуацию впадает, потому что половина нумерологов – это психологи и гуманитарий других планов, то, конечно, у них тоже проблемы с физикой, процессом возникают. Продолжение следует...